сегодня речь пойдет о сенсорных системах мозга или анализаторах восприятие окружающей нас среды происходят с помощью органов чувств еще аристотелем были описаны 5 основных чувств зрение слух вкус обоняние и осязание термин анализатор был предложен в 1909 году иваном петровичем павловым по павлову анализатор это совокупность рецепторов и нейронов мозга участвующих в рам в обработке информации о сигналах внешнего или внутреннего мира и в получении о них представления ощущение восприятие все анализаторы по павлову состоят из трех основных отделов периферического в нем происходит превращение сигнала внешнего мира в электрический процесс проводникового в нем происходит обработка информации и проведение ее высшие отделы мозга и наконец центрального или коркового отдела в котором происходит окончательная обработка сенсорной информации и возникает ощущение субъективный образ сигнала настоящее время физиологами детально анализируется функция каждого отдела анализатора и конкретные механизма благодаря которым происходит этот сложнейший процесс превращения внешнего стимула в определенный образ ну и вот наверное ключевым словом здесь является формирование субъективного образа то есть мир наш естественно объективен а вот мы воспринимаем его каждый со своей позиции для кого-то одно красное для другого зеленое красное ну скажем для дальтоника дальтоник по-своему воспринимает цвета человек близорукий по-своему дальнозорки по-своему человек и метроп с нормальным зрением по-своему известно что женщина например воспринимают гораздо больше цветовых оттенков чем мужчины иногда на этой почве могут происходить различные недопонимания когда мужчина просит что-то одного цвета подать ему а женщина ему предлагает совершенно другого цвета но призываю мужчин не спорить в этом плане женщины потому что у них более развита цветовое зрение поэтому мужчины вы при этом ошибаются гораздо чаще про приоцептивная чувствительность давайте начнем рассмотрение сенсорных систем именно с этой системы про приоцептивная чувствительность мышечные рецепторы если закрыть глаза и попытаться написать какой-то текст то будут все-таки буквы написано у нас достаточно четко таким способом просто убедиться в том что мы умеем пользоваться информации идущий от мышц и суставов известно что имеется три вида рецепторов которые осуществляют восприятие положения мышцы и и состояние и положение сустава это мышечные веретена сухожильные рецепторы гольджи и суставные рецепторы то есть три вида рецепторов которые дают нам эту информацию повторим еще раз мышечные веретена сухожильные рецепторы гольджи и суставные рецепторы данных о мышечных веретенах много скуднее наше представление к сожалению а сухожильных рецепторов и особенно а суставных рецепторов мышечные веретена представляет собой инкапсулированные Мышечные волокна, интрофузальные волокна, на которые намотаны нервные волокна, представляющие собой окончание дендритов афферентного нейрона, расположенного в спинномозговом ганглии. Это рецепторы растяжения. Когда мышца растягивается под влиянием силы тяжести или искусственно, например, ударом молоточка нашего неврологического, то возникает растяжение мышечных волокон веретена, что влечет за собой растяжение нервных окончаний. Установлено, что в мышечных веретенах есть два типа окончаний. Первичные афференты 1А представляют собой окончания, которые, как правило, находятся в центре мышечного веретена. Они быстро адаптируемые, поэтому реагируют на начало и окончание растяжения, то есть на скорость. Это дифференциальные датчики, по сути дела. На периферии мышечного веретена обнаружены афференты типа 2. Они медленно адаптируемые, поэтому хорошо отражают степень растяжения. Чем больше степень растяжения, тем выше частота импульсации от этих рецепторов, идущей от этих окончаний. Пока имеет место растяжение мышцы, до тех пор окончание типа 2 чувствует его, в отличие от 1А. Частота их импульсации пропорциональна степени растяжения. Выделяют два типа мышечных веретен. Ядерно-сумчатые и ядерно-цепочечные. Как правило, у ядерно-цепочечных преимущественно содержатся афференты типа 2. Эти структуры являются датчиками растяжения. А у ядерно-сумчатых в основном имеются афференты типа 1А. Они являются датчиками скорости. В случае, поток импульсов от мышечных рецепторов идет и в условиях покоя. То есть такая фоновая активность. В случае, когда происходит растяжение мышцы, вследствие генерации рецепторного потенциала, частота генерации потенциала действия возрастает пропорционально скорости в афферентах типа А или степени растяжения за счет афферентов типа 2. Далее этот поток импульсов достигает афферентных нейронов, которые расположены в спинномозговых ганглиях. От них информация поступает в следующие структуры. Во-первых, на альфа-мотонейроны или на ставочные нейроны типа клеток Реншоу тормозных. Второе. По пути Флексига и Говерса, думаю, помните эти пути, к Можечку, по проводящим путям заднего столба спинного мозга, они доходят до нейронов ядер Бурдаха и Голя, которые расположены в продолговатом мозге. Здесь происходит переключение и аксоны нейронов в составе медиального лемнистского пути идут к таламусу, к нейронам специфического ядра для данного пути, вентробазальный комплекс. Откуда информация поступает в сама-то сенсорную зону коры, это постцентральная извилина, и в область сильвиевой борозды, соответственно, в участке С1 и С2. Этот вот первый путь, это специфический путь, благодаря которому мы осознаем положение нашей мышцы. Есть второй, неспецифический путь. По пути к таламусу информация отходит в ретикулярную формацию, от нее к неспецифическим ядрам таламуса возвращается, а затем ко всем участкам коры диффузно, активируя нейроны коры. Нисходящие влияния тоже имеют место в этой системе. В частности, от гамма-мотонейронов, расположенных в спинном мозге, идут эферентные волокна, гамма-эференты, к интрафузальным мышечным волокнам. Это периферические участки. При возбуждении гамма-мотонейронов происходит сокращение интрафузальных мышечных волокон и уменьшение всей длины мышечного гретина. Благодаря этому в момент сокращения скелетной мышцы ее длина уменьшается и одновременно уменьшается длина интрафузальных мышечных волокон, то есть веретен. Поэтому веретено продолжает следить за состоянием мышцы даже в условиях, когда мышца уже сокращена. Таким образом, гамма-активация интрафузальных структур позволяет повысить чувствительность мышечного гретина даже в тех условиях, когда веретено перестает чувствовать, то есть когда оно уже адаптировано. Сухожильные рецепторы, вторая группа, также относятся к первичным рецепторам. В момент сокращения мышц в этих рецепторах возникает деполяризация, величина которой пропорциональна силе развиваемой мышцы. В условиях покоя, когда мышца не сокращена, от рецепторов идет фоновая импульсация. В условиях напряжения, сокращения мышцы, частота импульсации за счет генерации рецепторного потенциала возрастает прямо пропорционально величине мышечного сокращения. Импульсация достигает тех же структур, что и афферентация с мышечных волокон. Таким образом, пропорецепция очень важна для ориентировки в пространстве. Мы с вами переходим к висцеральному анализатору или к интеррецепторам. Висцеральный анализатор имеет важное значение в процессах регуляции деятельности внутренних органов. Импульсация, идущая от рецептора внутренних органов, дает возможность центральной нервной системе управлять их деятельностью и сохранять на должном уровне основные константы организма. Рецепторы, которые расположены в органах, называются висцерорецепторами или интеррецепторами. Этот термин подразумевает рецепторы вестибулярного аппарата плюс рецепторы мышц плюс висцерорецепторы. Но часто интеррецепторы употребляют как синоним висцерорецепторов. Среди висцерорецепторов различают механорецепторы и хеморецепторы. Механорецепторы – это пресса, то есть рецепторы давления, бара, то же самое, волюма, объем, и осморецепторы. Рецепторы растяжения также являются механорецепторами. Хеморецепторы – это рецепторы, которые улавливают изменения химического состава среды. Например, хеморецепторы сосудистых областей, чувствительные к изменению парциального давления кислорода, парциального давления напряжения углекислого газа, к изменениям PH среды. Также есть рецепторы, которые специализируются на восприятии концентрации в среде ионов. Натрия, натриевые рецепторы, глюкозы. Тактильный анализатор или кожный, другими словами, анализатор, служит для анализа всех механических влияний, которые действуют на тело человека. Рецепторы, предназначенные для этого, содержатся в коже, в частности, в эпидермисе, дерми и частично в подкожной клетчатке. Выделяют три основных вида рецепторов. Первый – это рецепторы давления, которые воспринимают силу механического воздействия, то есть рецепторы силы. Морфологически они представлены в голой коже дисками Меркеля или клетками Меркеля. В волосистой части, волосистой кожи, они представлены колоколообразными тельцами. Это тактильные тельца пинкуса ига или тельца рухини, их еще называют по-другому. Все рецепторы расположены в глубоких слоях эпидермиса. Рецепторы прикосновения – другой тип рецепторов или датчики скорости. Это тельца Мейстера, морфологически, которые имеются в голой коже и в коже, покрытой волосами. Это быстро адаптирующиеся рецепторы, поэтому они реагируют только на изменение силы, являются датчиками скорости. Если стимул прикладывается к коже, то в окончаниях нерва дендрита временно возрастает частота генерации потенциала действия, а в период действия раздражителя активность нерва возвращается к исходному состоянию. И третий тип – это рецепторы вибрации. Это датчики ускорения или датчики синусоидального изменения силы. То есть они реагируют лишь на вторую производную изменение силы – ускорение. Морфологически эти рецепторы представлены тельцами Пачини и расположены в глубоких слоях дермы. Они представляют собой луковицеподобные образования, внутри которых находится свободное окончание дендрит афферентного нейрона. Тельца Пачини – это вторичный рецептор, то есть под влиянием вибрации происходит деполяризация пластинокапсулы. Деполяризация индуцирует внутрикапсулярное выделение медиатора. А этот медиатор в свою очередь уже вызывает генераторный потенциал, в результате которого повышается частота потенциала действия афферентного нерва. Как правило, вибрацию можно почувствовать при частотах равных 200-300 Гц. Рецепторы вибрации находятся также в надкоснице, в брыжейке. Именно на этом объекте проведено очень много исследований, также в суставных сумках. А следующий анализатор или следующая сенсорная система, о которой мы с вами будем говорить сейчас, это ноцецептивная сенсорная система. Что означает ноцецепция? Это боль, восприятие боли. Боль это ощущение, которое возникает при действии на организм повреждающих факторов. Это ощущение является очень важным для организма, так как сообщает о наличии повреждающего фактора. Известны случаи в литературе, когда рождались просто дети без рецепторов боли. Как правило, такие люди не проживали более 12 лет. То есть какие-то факторы приводили к тому, что они не почувствовав боль, умирали, скажем так, от ожогов или еще от чего-то. Существуют специфические рецепторы, воспринимающие повреждающий агент, в ответ на то, на что и возникает ощущение боли. Их называют болевыми рецепторами. В связи с тем, что чувство боли это понятие, характерное для человека, а не для животных, предложено называть эти рецепторы ноцицептора. Ноцицепторами. От латинского слова nocio режу, повреждаю. Эти рецепторы расположены в коже, мышцах, суставах, надкоснице, подкожной клетчатке, а также во внутренних органах. И представляют собой свободные нервные окончания, то есть разветвление дендрита, аферентного нейрона, несущего импульсы в спиной или продолговатый от рецепторов головы мозг. Существует два вида ноцицепторов. Это механоцепторы и хемоцепторы. Первые возбуждаются под влиянием механических воздействий, в результате которых повышается проницаемость мембраны окончаний для ионов натрия, что приводит к деполяризации, рецепторному потенциалу, далее генерации потенциала действия. И хемоцепторы, которые реагируют на химические вещества, в том числе на избыток водородных ионов, избыток калия, а также на воздействие брадикинида, гистамина, соматостатина и других веществ. Чувствительность схемы рецепторов к этим ноцигенным факторам резко возрастает под влиянием модуляторов. Например, различных простагландинов. Вот почему, собственно, не наркотические анальгетики, типа аспирина, амидопирина, анальгина, оказывают свой эффект. Они способны блокировать синтез простагландинов и тем самым снимать повышенную возбудимость хеморицепторов.